Всем привет! Меня зовут Алена, вы на канале Казевард. И сегодня я буду рисовать тигра, который стоит. Первым делом надо нарисовать прямоугольник 15 сантиметров вправо и вниз 9 сантиметров. Разделю эти отрезки по 3 сантиметра. Вертикальную линию на 2 отрезка. Горизонтальную линию по 3 сантиметра. Сколько там получается? 5? 5. 15 сантиметров. Проведу вертикальные линии и горизонтальные линии. Слева мне понадобится только верхний квадратик, в котором я буду рисовать голову. Все остальное это будет тело тигра. Теперь левый верхний квадрат я начну делить сначала пополам. Это получается 1,5 сантиметра. Далее можно линейку использовать, можно ее не использовать. Как вам будет удобно. Мне, например, было неудобно с линейкой, потому что мне надо было разделить левую сторону пополам. И потом вот эту часть еще пополам. То есть поняли, да? Сначала делаю середину. Рисую середину. Потом отмеряю середину левой части прямоугольника. И еще делю напополам вот эту среднюю часть, которая получилась. Я, конечно же, буду использовать линейку в некоторых случаях, но лучше это делать от руки. Это будет и быстрее, и практичнее. В общем, короче, очень-очень просто будет. И разделю его еще по горизонтали пополам. Этот квадратик. И теперь можно рисовать само тело, мордочку и все остальное. Хвост там, лапки. Еще, кстати, решила еще пополам разделить верхний отрезок. Вот этот вот кусочек. И еще тоже вот пополам. Ну, то есть. И вот в этом месте будет глаз. Сразу его обозначить, чтобы он был в этой части. Это получается... Какой там... Посередине прямоугольника левого глазик будет. Теперь делю пополам еще вот этот прямоугольник. И еще, кстати, пополам разделю еще парочку. Это для того, чтобы ровно потом нарисовать лапы. И делаю это именно сейчас, потому что потом... Ну, чтобы потом линейку вообще в руки не брать, а просто сидеть уже спокойно и рисовать само тело тигра. Вот. И последнюю тоже часть. Получается, только один прямоугольник я не разделила полом, но он там бессмысленно. Там ничего такого нету. важного, нужного, чтобы разделить его пополам. Ну и, собственно, погнала я рисовать тело. Начну вот с этой точки. И, пожалуй, начну я с самого тела. Потом уже перейду к мордочке. И уже мордочку дорисовать. Рисую вот такую вот линию кривую. Ну, у меня она кривая, конечно же, у вас она будет очень ровная. Доведу линию с середины и проведу еще одну линию. Это будет лопатка. Вон, потому что так вот очень устойчиво стоит на передних лапах. И у него лопатка выпирает в спокойном состоянии. Далее я веду линию вот так вот и веду ее вниз, как бы попотом, да? То есть она уходит вниз. Единственное, кстати, что я могу сказать на этом вот отрезке, на этом моменте, делайте спину чуть ниже. Ну, то есть она уже вниз опускается. У него лапы задние ниже, чем передних стоят. И поэтому надо чуть-чуть опустить. Рисую хвостик. Потом уйду в лапу сразу. Хвостик закручивается там внизу. Вот от этой точки начну рисовать лапу вниз. Сначала рисую вот эту вот часть бедренную. Заднюю, теперь переднюю. Вот таким образом. Довожу линию до лапы. То есть просто вниз сначала, так вот. А задняя бедренная часть, она будет немножко по-другому от задней бедренной части, которая отрезок идет. Веду вот такую линию. Подскос, немножечко подскос. И здесь у него будет пятка. Она и там как бы вверх идет, да? Вот эта вот... Не знаю, как эта штука называется. Но, в общем, короче, она вот идет вверх. И здесь я приняла решение сделать чуть пошире лапу. Сейчас слишком узкая получается какая-то. Прям перебор. Ну и, конечно, мне опять же не понравилось, как я нарисовала вот этот изгиб. И тоже его немножечко переделываю. Если у вас получилось идеально, конечно же не переделывайте ничего. и рисуйте, как рисуйте. Я, опять же, еще раз проговорюсь, не вырезаю такие моменты, чтобы вы не подумали, что это все такое. Оп! И с первого раза все получилось. Отмеряю середину квадрата и отмеряю эту часть вниз для того, чтобы нарисовать саму лапку. Рисую такой треугольничек. Ну, это самый простой способ, который мне понравился в рисовании лапы. А лапы я рисовать не умею, как вы знаете. Самый простой способ это с помощью треугольника. Рисуйте треугольник. И, собственно, вот лапа вам готовая. Можно сказать. Самое простое. Кстати, в детстве, когда я... Когда мне было лет 7-8, я очень сильно любила рисовать лапы. Именно лапы леопардов, тигров. В основном это были леопарды. Вот, очень нравилось мне эти лапки рисовать. Приступаю ко второй лапе дальней, которая задняя-дальняя. Она будет проходить возле хвоста. Ну, то есть, прям очень-очень рядом. Ну, ее будет достаточно так хорошо видно, отчетливо. Но с хвостом она... Ну, хвост никак ее не перекрывает в данном случае. И эта лапка, она будет чуть-чуть выше, чем вот эта ближняя. Ну, опять же, потому что она стоит чуть дальше, получается. Поэтому она будет чуть выше. Также рисую вот этот треугольничек. И лапки дорисовываю. Ширина лапы, ну, она небольшая. Где-то, наверное, как вот в квадрате в левом, который я рисовала. Где-то примерно, наверное, половинка-половина квадрата. Приступаю к прорисовке живота. Вернее, к рисованию линии живота. Все, наверное, в курсе, кто любит рисовать вот эти вот животных вот этих, у них животик, он такой, ну, сначала идут ребра, да, а потом он немножечко вверх уходит. Там уже живот начинается. Рисую переднюю лапу. Здесь вот немножечко под углом будет. как это, не передняя часть, а левая часть, да, а правая, она будет более прямая. Сюда провожу линию. Ну, и, собственно, здесь вот уже будет лапа. То есть, видели, да, заметили, что задние лапы, они стоят намного ниже, чем передние. И поэтому корпус сверху, его немножечко нужно сделать более аппокатным. Ну, я заметила это только сейчас, когда села озвучивать видео. И поэтому я, как бы, говорю, что лучше сделать немножечко, как бы, вниз. И дальнюю, ну, переднюю дальнюю лапу ее видно не будет. Вот здесь вот, короче, такое бревно. Бревно, короче, проходит такое. Здесь вот тоже вот, ну, такие вот там какие-то неровности и так далее. Это все вот так вот проходит. Вообще на картинке, с которой я рисовала, там задняя лапа не видно. Она, типа, куда-то опущена. Но я ее просто дорисовала, чтобы она, ну, просто была. Почему бы и нет? Эту часть я просто рисую, чтобы она, ну, чтобы она просто была. Я ее, там, продолжать рисовать не буду. Ну, и теперь можно приступить к прорисовке головы. Начну вот с этой точки, ниже глаза получается. И буду вести вот к этой точке. Проведу просто линию вверх. Сначала. Здесь небольшой такой, как бы, такой, это угол такой небольшой. И вот так вот это все дело соединяется. Здесь уберу эти линии, которые я нарисовала криво изначально. Потому что подтерла немножко. Верхняя часть угловатая получилась, поэтому я ее скругляю. Она не должна быть такой. Вот. И начинаю рисовать нос, нос, рот. Делю напополам вот эту часть. И прорисовываю носик. Носик, он будет... Вот эти две линии с переносицей. И вот этот глаз, который линия идет, они должны быть практически параллельны. Нарисовала нос. И теперь хочу нарисовать подбородок. В этом моменте очень волнуюсь, потому что голова, это не тело. Тело ты рисуешь, оно у тебя всегда получается. А голова, она почему-то не получается. Ну, в редких случаях. Поэтому приходится немножечко посидеть и ее немножечко порисовать подольше. Рисую уши. Вернее, ухо одно, второе будет чуть-чуть видно, но не сильно. Вот эта часть, это у него... Ну, тут такие на этой... На скуле у него тут такие, типа, шерсть такая висит. Поэтому я ее тоже дорисовала. И еще раз довожу линии. И здесь надо нарисовать щеку. Дорисовываю ее. Она будет не дальше, чем глаз находиться. Ну, то есть прорисовка щечки не дальше, чем глаз. Вообще на половине глаз должна остановиться она. Ну, и глаз, как самое простое, да, там, в принципе, ничего сложного. Рисуем блик и сам глазик. Глаз, кстати, чуть-чуть поменьше нарисовала. Не такой большой, как я его просто, когда изобразила. Ну, чтобы он вообще там, типа, есть, показать. Ну, и, собственно, заканчиваю я с головой. Здесь вот такая шерстка-шерстка. Ее я рисую для того, чтобы себя морально поддержать. Потому что я вижу, что голова не особо получилась. Поэтому, ну, чуть-чуть нервничаю. Пишу свою подпись и приступаю к тому, что... Ну, вернее, приступила за кадром к тому, что я убрала все лишние линии ненужные. На данный момент это просто сейчас какая-то кошка, которая безликая, да. И сейчас ему надо нарисовать вот эти вот... Так, ну, это... Ээээ... Полоски. Во! Забыла, как их там называются. Короче, полоски. Это... Вот этот момент я ускорю. И скажу только одно, что... Нужно рисовать их не прямыми, а именно какими-то дугообразными. Возможно, где-то они будут немножечко кривые, но... Именно от спины и, ну, вообще от краев их надо рисовать максимально закругленными. Потому что они уходят как бы внутрь, как бы наружу. То есть, вот, да. Это еще надо нарисовать таким... Ну, таким образом для того, чтобы... Ну, сама картинка, она приняла форму, как бы... Форму хоть какую-то. Чтобы он не был таким совершенно плоским и так далее. Заметила, что эти... Опять забыла слово. Эти полоски, они на животе у него, кстати, дальше не идут. Там у него белый животик такой. Все остальное тело оранжевое идет. Ну, живот белый. И на лапах там тоже не везде вот эти полоски есть. Очень интересный такой вариант полосования. Я потому что, когда рисовала полоски, мне интересно было, как они выглядят. Ну, то есть, что они изображают. Возможно, там где-то глаз, где-то еще что-то. Но они достаточно хаотичны, но при этом не везде. Вот такой вот тигр получился. Обязательно напишите в комментариях, понравился вам или нет. Кстати, следующий год тигра, да, надо еще кого-то тигра нарисовать. Свои предложения пишите в комментариях. На все вижу, на все отвечу в комментариях. Спасибо за просмотр. Рисуйте со мной. Кидайте мне свои фотографии в социальной сети. И спасибо за просмотр. Кстати говоря, в этом году надо выпустить еще один ролик с вашими работами. Это будет заключительный, ну, как бы, в этом году ролик с вашими работами. В следующем году я сделаю еще один, да. Ну, там очень много этих роликов будет. Короче, смысл в том, чтобы вы мне еще скинули какие-нибудь рисунки, потому что их сейчас очень мало. Будет даже мало, я все равно выложу ролик. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Ждите вторую часть. Субтитры сделал DimaTorzok